Студия «Медиакнига» представляет Наталья Мамлеева «Дракон в моем утреннем кофе» Читает актриса Дина Бабылева Пролог Кофейни Парижа прекрасны. В этом я убедилась на собственном опыте. Запах молотого кофе и свежих круассанов щекотал ноздри. Я едва не мурчала от удовольствия, удобно расположившись на летней веранде, отделенной зеленой зоной от тротуара и проезжей части. С улыбкой на губах я прикрыла глаза от наслаждения. «Остановись, мгновение, ты прекрасна!» «Нет, ну, не в прямом же смысле!» Мир вокруг и правда будто замер. Звуки стихли, а запахи словно перестали существовать. Я медленно открыла глаза и огляделась. Мгновение действительно послушалось и остановилось. «Люди вокруг меня застыли!» Даже капли чая, что по неосторожности расплескал официант, задержались в воздухе и так и не упали на поднос. Я верила, что Париж — волшебное место, но чтобы настолько! Внезапно что-то плюхнулось в мой кофе, забрызгав лицо и белую блузку коричневыми пятнами. Я инстинктивно прикрыла глаза и отсчитала до пяти. Но звуки и запахи не возвращались. Тогда я распахнула веки и теперь заглянула в свою чашку. Там барахталась, пытаясь выбраться маленькая зеленая... ящерица! С крылышками! В Париже еще и летающие ящерицы бывают? Мир вновь вернул свой ход. Официант все с той же непринужденностью прошел к соседнему столику, пешеходы спешили перейти дорогу, а машины продолжили движение. Разговоры тоже вернулись. Я заинтересованно огляделась по сторонам, но минутную остановку времени будто видела только я. Или так и было. А может, я закрыла глаза в блаженстве? Заснула, увидела сон, а потом проснулась. М-да, пора, пора сходить к врачу. Я уже собиралась продолжить пить свой кофе и даже поднесла чашку к губам, когда взгляд упал вниз. Не знаю, как удержалась от крика. Ящерица, весьма похожая на дракончика, подняла на меня взгляд и зацепилась передними лапками за край белой чашки. Какого? Я наклонила голову, с интересом наблюдая за ней, и раздумывая, какова вероятность, что я до сих пор сплю. Быть может, и не было никакой кофейни, как и самого Парижа. Помню вчерашний перелет из России. Своё утреннее пробуждение. Как распахнула шторы в комнате и с упоением взглянула на улочки сердца Франции. Ванную комнату с одноразовыми зубными щетками отеля. Все это помню так четко, будто происходило на самом деле. Но неужели мне вновь приснился прекрасный сон о Париже? «Я схожу с ума», – прошептала я. Дракончик, естественно, мне не ответил, все еще пытаясь выбраться из чашки и расплескивая содержимое. Спохватившись, ведь кофе был горячим, я подхватила дракончика двумя пальцами, а кофе вылила в стакан с водой. Дракошу бережно вернула на место и вздохнула. «Нет, ну какой натуралистичный сон! Писатели-фантасты должны мне завидовать. Вон как смогла продумать все до мелочей. Даже запахи и звуки есть». «Ну, не в данный момент, но вообще были». Дракончик что-то пропищал, что-то непонятное на высоких тонах. Я постаралась прислушаться, поднеся чашку практически к глазам и слегка повернул голову. В этот момент мне в глаза брызнули пыльцой. Я зажмурилась и чихнула, не удержав чашку. А когда открыла глаза, то Париж остался просто фантазией. Но и окружающее меня пространство реальностью быть не могло. Глава первая. Фея-пападанка. Нас окружал огромный лес, уходящий кронами высоко в небо. Даже листья были непропорционально огромными. Одним таким я могла запросто укрыться, словно пледом. Темноту рассеивал луч солнца, пробившийся через листву и падающий прямо на меня. Я сидела на поваленном дереве и с интересом смотрела на дракошу, вывалившегося из чашки. Из огромной белой чашки. В такую я с легкостью помещусь. Сам дракончик, к слову, тоже подрос до габаритов бульдога и смотрел на меня преданными голубыми глазами с вертикальными зрачками. Совершенно обычная. Как-то разочарованно сказал он, и я едва не свалилась со ствола, на котором сидела. Ты еще и разговаривать умеешь. Обижаешь. Повалив на бок чашку и выбравшись из нее, ответил чешуйчатый и расправил крылья. Я дракон, а не какой-нибудь ящер. А драконы разве не больше по размеру? Впрочем, не важно. Даже расспрашивать не хочу. Ясно. Протянула я и дотронулась до лба, проверив, нет ли у меня температуры. Температуры не было. Зато были галлюцинации. Очень правдоподобные. Чем они могли быть вызваны? Для сна очень реалистично. Да и если подумать, все же во Францию я полетела. Из самолета вышла. В отель поздно вечером попала. А вот что мне могли подмешать утром в кофе, кто знает. Вполне возможно, какие-нибудь наркотики. Вот тебе и Париж. Дракон, как он сам себя назвал, замер и насторожился, припав к земле, словно хищник. Я тоже прислушалась. Огромный лес утопал в тишине, нарушаемые лишь редкими криками птиц. Дракончик внезапно выпрямился, с испугом глядя мне за спину, и резко скомандовал. Бежим! Быстрее! Не знаю, что меня заставило послушаться свою галлюцинацию. Его испуганный голос или толчок костяными наростами по ноге. Но я сорвалась с места и побежала вслед за дракошей. Через пять метров споткнулась о ветвистый ствол и, упав на большой пожелтевший лист, покатилась на нем с горы. Спуск был недолгим. Вскоре пришлось спрыгивать с листа и подниматься в гору. Вдруг дракон толкнул меня в сторону, и мы упали в нору. Некую земляную пещеру. «Тихо!» – сказал дракон, и я замерла. Внезапно почувствовала, как плечо что-то щекочет. Обернувшись, увидела... муравья. Огромного красного муравья размером с морскую свинку. «Ах!» – дракон, выругавшись на неизвестном мне языке, вытолкнул меня назад, все теми же костями-наростами на голове. «У меня от них синяки на мягком месте останутся. Я бы и сама сбежала из этой норы, между прочим». Выбравшись, я скатилась обратно по склону и оказалась на дне ямы. Пытаясь подняться и, кляня, на чем свет стоит, дурацкую галлюцинацию, я пригляделась к листве. Затем повернула голову направо и увидела шляпку гриба. Такую, под которой и спрятаться можно. Огромный гриб. Невероятный вековой лес. Большущий муравей. Множество поваленных стволов деревьев, которые на самом деле являются ветками. «Да это не мир огромен, а я мелкая!» «Сюда!» – дракоша вновь подтолкнул меня, заставив встать под шляпку гриба и закрыть себя листиком. Я стояла, пытаясь переварить полученную информацию и глядя на белую ножку гриба. «Сколько она в длину? Сантиметров десять-пятнадцать? Думаю, она достаточно длинная. Вполне может быть и пятнадцать, если отталкиваться от размеров дракоши, который был в моем мире». «В моем мире?» «Нет, я точно сошла с ума, о чем я говорю? Окружающая меня – галлюцинация, а не мир. Откуда только такое глупое предположение взялось? Но почему-то с тех пор, как я осознала свою ничтожность, маленький рост, стала воспринимать происходящее как другой мир. Иначе как объяснить все окружающее? Мама в детстве так часто рассказывала мне о существовании другого мира, что я, кажется, окончательно свихнулась на этой теме. Я бы и дальше стояла в полнейшем ступоре, если бы по моей психике не нанесли очередной удар. В нескольких сантиметрах от меня, обрушив справа шляпку гриба, опустился сапог. С ошметками грязи, прилипшей листвой, огромной подушвой. Таким сапогом можно запросто меня прихлопнуть. Мамочка дорогая, куда я попала? Сапог, а точнее его хозяин, не спешил уходить, вызывая все больше паники. От страха я почувствовала, как по спине градом течет пот, порождая жуткий приступ чесотки. Захотелось провести рукой по лопаткам и убрать зуд, но ладонь замерла над кожей, ощутив посторонний нарост. Повернув голову, я едва не вскрикнула, когда увидела полупрозрачные сиренево-зеленые крылышки, невесомее, чем у бабочки. Как у феи из мультиков. Мама дорогая, да что со мной не так? Еще и только сейчас обратила внимание на свой наряд. Светло-фиолетовое платье с валаном-юбкой, созданной из треугольных лоскутков перламутровой ткани. На ногах сотворенные, словно из лепестков роз, балетки. Засмотревшись на такое чудо, я не заметила, как начала приподниматься.